Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире телепередача и радиопередача «Якутск». Сегодня в студии я, редактор Мария Ким, мои коллеги за пультом, режиссёры Николай Слепцов, Айдын и Николай Дмитриев. А у нас в гостях наши гости. Руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта Северо-Восточного федерального университета, председатель регионального отделения Российского студенческого спортивного союза в Республике Сахая-Якутия Александр Викторович Черкашин и президент Национальной студенческой футбольной лиги, председатель комитета Российского футбольного союза по этике, председатель Совета регионального развития Российского студенческого спортивного союза, генеральный директор Международного студенческого футбольного союза «Стукалов» Андрей Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы уделили в своем плотном графике нам буквально на прямой эфир время. И вот сейчас хотела бы у Александра Викторовича спросить, как сейчас проходит девятый конгресс и главная миссия нашего федерального университета. Спасибо, Мария. Ну, я, во-первых, поздравлю наших коллег. Вчера у нас был столетие физкультурного движения Республики Саха-Якутия. И день в день, в 23-м году, 26 октября, был подписан документ, чтобы Госкомитет, а тогда был ЯССР. И как раз на этой дате мы проводим девятый международный конгресс. Так что вот перерочим на физкультурное движение столетию. Вот. И почему международный? У нас участников из Монголии, Белоруссии, из Китая, из Казалстана, из Киргизии. Вот. И поэтому вот как пяти стран у нас участников, и более, вчера к пленарным заседаниям, конечно, было 600 участников, но несколько, наши коллеги уже, там полный зал был забит, но я думаю, это полтора тысяч точно участников. Ну, еще не считая, которые следили, ну, как это, вебинары, в чем-то. Вот. И плюс там 19 секси проходит. Программа насыщенная. Программа насыщенная. И плюс эта, каждая секция, мы через кого-то памяти, которую оставили истории непосредственно в России. Вот. И, конечно, мы должны, как бы, мы должны, как бы, своих учителей, какого-то наставника, мы должны всегда поминать. И в памяти всегда должны держать. Потому что мы, как нам передали эстафетные палочки, и мы должны это передать своим детям, внукам, ну, и так далее. Потому что преемственность превыше всего. Отличная идея, да? И плюс насчет этого конгресса у нас сразу 23-го прилетели наши гости. И 23-го у нас прошло первое мероприятие. Так, 24-го, извиняюсь, 24-го. То есть 25-го. 25-го утром прилетели наши коллеги. И у нас первое заседание на базе северо-восточной федеральной сети прошла рабочая группа комитета Госдумы по молодежной политике, территории и трезвости. Как раз участвовали общественная палата города Якутска, республика Саха-Якутия и, конечно, депутаты Эль-Тумен и Государственной Думы. Модератором был советник министра спорта Российской Федерации Роман Михайлович Ольховский. И, конечно, там еще были Матвей Иванович Лыбкин, который непосредственно этим делом занимается. И, конечно, это плоды тоже дает. И участников было очень много. И, конечно, там статистика очень хорошая показали, потому что я лично тоже не знал об этом, сколько там. И каждый год, оказывается, улучшение только идет. И в Дальнем Востоке, оказывается, мы на передовых на первом месте стоим. И что это показывает? Показывает, что такое этот... Я думаю, это непосредственно молодежный спорт, детский спорт уже со временем меняется в лучшую сторону. Динамически развивается. Да, да, я миска. И плюс это... И давайте будем называть вещи своими именами. 90-е годы, 2000-е годы, я помню, что чуть-чуть были другое отношение на улице и так далее. Сейчас ты не увидишь парня или девушку, держа бутылках и того предмета, какой-нибудь. И я думаю, это только потому, что молодежь уже видит, уже культура развивается. Не то, что культура, а духовно, нравственно мы развиваемся. Не зря мы ответили в прошлом году столетию вхождения Российской и СССР. И плюс еще у нас не то, что в рамках этого. Вчера у нас прошел заседание выездного аспертного совета Российского студентского спортивного союза, председатель Ермакова Марина Аркадьевна. И это первый случай, который, можно сказать, исторический тоже момент. И плюс тоже именно в день-день 26-го мы сделали этот. И плюс, который сегодня прошел мероприятие, я думаю, мой коллега и непосредственно мой друг расскажет об этом заседании. Да, действительно, впервые российский студентский спортивный союз стал соорганизатором непосредственно этого конгресса, на мой взгляд, очень важного, правильного и собирающего действительно много талантливых людей для обсуждения вот этих насущных вопросов. К нам приехал, от нас приехал первый вице-президент, вот он же является советником министра спорта Российской Федерации Ольховский Роман Михайлович. Кроме меня, студенческие лиги России, я представляю футбол. Кроме меня, значит, приехала Марьяна Пуховская, она представляет волейбол, соответственно, Валерий Чебин, он представляет гольф. Ну, то есть, как бы, представительство было достаточно серьезное, и правильно Александр сказал, что вчера исторически впервые выездное заседание экспертного совета Российского студентского спортивного союза, а сегодня в 10 утра, по Москве было 4 утра, поэтому прошло заседание Совета регионального развития Российского студентского спортивного союза на Дальнем Востоке, в Арктике. Соответственно, я являюсь председателем, мы очень здорово пообщались, были серьезные подключения, с Бурятской Республики подключались коллеги, очень много интересных инициатив, и что, в общем-то, мне понравилось, это сегодня мы обсуждали продвижение национальных видов спорта в студенческой среде. На мой взгляд, это очень правильный подход, очень правильный. Во-первых, сегодня у нас, в общем, у России движение идет на восток, понимаете? И, соответственно, и сегодня развивать национальные виды спорта, а тем более в студенческой среде, и проводить среди них соревнования, такие, как мы сегодня проводим по футболу, по волейболу, по другим популярным и массовым видам спорта, я думаю, что это будет очень правильный подход, и мы сегодня анонсировали форум, который у нас проводится каждый год, в конце года, это актуальные вопросы студенческого спорта, и я думаю, что коллеги поддержат нас, и мы там сделаем круглый стол, который будет касаться только обсуждения вопроса, вовлечения студентов в национальные виды спорта, и я думаю, онлайн смогут подключиться все заинтересованные стороны, а у нас многонациональная страна, и я думаю, что-то типа такого студенческого фестиваля национального вида спорта мы обязательно там инициируем. Вот примерно основной такой момент. Ну, а в общем, я могу сказать, что на Дальнем Востоке и в Арктике, и там, кстати, неплохо представлена республика Саха-Якутия, потому что мы сделали определенный срез, мониторинг, и достаточно неплохо развивается, динамично есть, конечно, проблемы. Проблема, в первую очередь, это транспортные, логистические, дороговизна переездов, она сказывается, и университеты несут на себе сегодня это бремя, но я думаю, что мы в рамках нашего совета будем продумывать экономические форматы проведения соревнований, где будем непосредственно экономить университетские деньги, которые они тратят на транспорт. Ну, это является, наверное, пожалуй, на сегодня острой такой проблемой. Да, это острая проблема нашей огромной страны, понимаете? Да, почему? Потому что мы вчера вот участвовали в мероприятиях, вот первого дня Конгресса, и много раз говорили о том, что действительно Якутия, во-первых, самый большой регион Российской Федерации. Но для меня впечатление было другое сравнение. Когда мне сказали, что 5,5 Франции, там, 11 Италий помещаются на территории, знаете, мне такая гордость была. И за нашу страну, и за республику Саха-Якутия. — Представляете, что на 5,5 Франции помещается миллион Якутий. — Да. — В этом году у нас миллион. — Да, поздравляем. — Спасибо. — Ну и, конечно же, вчера знаменательное событие, Александр уже о нем говорил, но я вам даже могу показать, какой значочек мне подарили. Это столетие физкультурного движения в республике. Вот день в день это было трогательно, потому что именно ровно 100 лет назад, ровно в этот день, то есть организаторы подвели вот к этой дате вот все эти мероприятия. Это было действительно очень трогательно. Вчера министр спорта непосредственно Саха-Якутия лично поздравлял, как говорится, себя и нас, и всю Якутию с этим, я считаю, историческим событием. — Историческое событие, да. И по праву мы все, якутияне, гордимся нашей спортивной историей. И вот сейчас Александру у меня вопрос. И вот в рамках Девятого Конгресса главная миссия Северо-Восточного Федерального Университета. — Главной миссией всегда остается, что мы будем делать дальше. Я могу даже сетировать слова телеведущей, которые мы с детства всегда смотрели программы «Время». Что будет дальше, покажет время. Екатерина Андреева, которая всегда говорила великие такие слова. Да, и мы как раз, Андрей Николаевич, конечно, сказал, что мы хотим в рамках, уже можно сказать, в рамках международной игры «Дети Азии», хотим провести в такой формате, такой дружественный и, конечно, дорожная карта и Владимира Владимировича Путина, который подписал свои документы, что в 1923-1924 годы в области физической культуры и спорта сотрудничество Россия-Китай. И как мы слуги народа, мы должны выполнить поручение нашего президента. И мы, Андрею Николаевичу, мы должны этот... И, конечно, в нашем Министерстве физической культуры и спорта, Северо-Восточный федеральный институт, и Министерство молодежи, Министерство просвещения, образования, всё-всё-всё-всё. И, конечно, наше правительство, и, конечно, глава. Мы должны этот провести во время игр «Дети Азии» какой-нибудь турнир, футбол, большой футбол такой. Тем более у нас опыт уже есть, уже мы участвуем... Конечно, у нас не стоит. Да, мы уже участвуем в Национальной студентской футбольной лиге уже третий год. Не то что... Могу ещё сказать, некоторые коллеги и телезрители иногда путают футбол и мини-футбол. Это большой футбол, я могу сказать. В большом футболе. Я вам скажу, что Александр очень смелый парень, на самом деле. Потому что вот три года назад, когда я как раз был здесь, первый раз, когда я прилетал в Якутию, и мы с ним разговаривали, я узнал, что здесь действительно серьёзные объекты, то есть манежи футбольные и так далее. И он мне как раз показывал. Я говорю, Саш, ну у вас же нет большого футбола. Но Александр так сказал, нет, значит, будет. И он взял на себя ответственность, потому что большой футбол – серьёзный вид спорта. Понимаете? И он реально не культивируется сегодня в Якутске, он не является приоритетным. Понимаете? И это был для него риск. Потому что набрали, понятно, что в команду набрали ребят из мини-футбола. Но, откровенно говоря, это немножко другой вид спорта. И когда они впервые, я помню, приехали на общероссийский дивизион в Красноярск, и там что-то произошла, задержка, и ребята прямо с аэропорта поехали не в гостиницу, а на футбольное поле. Понимаете? Прямо после этих перелётов. Помнишь, Саш? И сразу я зашёл к ним в раздевалку тогда и сказал, слушайте, ребята, я знаю, что вам сложно, я знаю, что вы занимались мини-футболом. Вам сейчас предстоит мало того, что перелёт, вам предстоит выйти и играть, большой футбол, другой вид спорта, другие физические нагрузки, другие расстояния и так далее. И я говорю, ну вы же якуты, вы же ребята с характером. И самое интересное, что вот они проиграли там, по-моему, тогда 2-1 всего. Ну, то есть как бы бились, молодцы. И вот тогда я уже понял, что команда будет. Да, у неё были полосы, проигрывали и крупно проигрывали, в ничью играли. Но я им всегда говорил, ребят, терпите, всё придёт. И вот за три года мы можем сегодня смело с Александром Викторовичем сказать, что команда уже есть, команда, тренерский штаб перестроился с мини-футбола на большой. Самое главное, что сами тренеры понимали, что надо учиться. То есть это совершенно другой вид спорта. И сегодня, я думаю, эта команда, она, наверное, станет толчковой. Именно толчковой для того, чтобы всё-таки в Якутии возродить профессиональный футбол. И я уверен, что она будет базироваться конкретно на вот этой студенческой команде. И, наверное, для республики будет приятно, что фактически через несколько лет на базе Северо-Восточного федерального университета будет очень добротная команда, в состав которой ходят именно якутские ребята, понимаете, доморощенные. А это, на мой взгляд, очень важно. Но это вот касаемо команды Северо-Восточного федерального университета. А теперь касаемо той международной инициативы, которая нам с Александром пришла. Но в этом году, я вам как генеральный директор уже Международного союза студенческого футбольного союза, мы проводили в рамках форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, мы проводили международный турнир. Где к нам приехали 4 африканские команды и 4 команды, которые участвовали в Национальной студенческой лиге в призовых местах. Получился очень интересный турнир. И вот Александр Викторович вместе с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевичем Николаевым посетили это мероприятие. Мы вместе провели попечистский совет Национальной студенческой лиги. И вот, кстати, там у меня уже и родилась вот тогда идея, что-то интересное именно провести в Якутии. Потому что я знаю, что, в общем-то, совершенно недалеко здесь находят... То есть, есть прямые рейсы с Китаем. И я уже тогда вот подумывал о том, чтобы все-таки провести такую матчевую встречу. У нас там Россия-Африка, а здесь сделать Россия-Китай. И вот вчера с Александром, который... Ну, Александр рассказал о мероприятии, которые у вас будут проходить. На мой взгляд, очень выдающееся мероприятие. Вот Дети Азии. То, что пройдет непосредственно в Якутии в 2014 году. И я говорю, Саш, может, мы все-таки попробуем эту матчевую встречу по студентам сделать в рамках Дети Азии. И, возможно, это будет отправной точкой серьезных студенческих соревнований. И вот именно на заседании сегодня нашего совета, значит, Николай Ефимович Гоголев, который является директором института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета, вышел с инициативой о том, чтобы именно здесь, в Якутии, состоялись первые азиатские студенческие игры. Вот мне кажется, я думаю, это рассматривается пока как инициатива. Это примерно 27-28 год, потому что надо серьезно подготовиться. Я думаю, что вот та инициатива футбольная, она и стала отправной точкой вот этих инициатив. И я уверен, что, во-первых, Якутия успешно это справится, я даже не сомневаюсь. Во-вторых, это будет достаточно хорошей ключевой точкой роста, потому что мы сегодня даже на заседании говорили о том, что такие игры могут проводить именно азиатские, не только Якутия. Впоследствии такие игры могут Республика Бурятия проводить. И наши регионы будут только развиваться именно инфраструктурно от проведения этих игр. Возьмите Сочи, возьмите Казань. Как они выросли инфраструктурно после проведения чемпионата мира и Олимпиады, понимаете? Я думаю, что вот такие же мероприятия должны проходить в других регионах, и это будет только на пользу. Ну, могу дополнить. Мы Николаю Ефимовичем это в прошлом году задумали. Так вот, у нас задумка была, и мы как раз с Николаем Ефимовичем очень хорошим тандемом работаем, и у нас такого нету, чтобы какого-то зависть и так далее. Мы как бы все совмещаем и воплощаем. И это отлично получается. Да, и это... Ага. И не просто могу сказать, и после такого воплощения нашего идеи мы участвуем в 14 лигах. Это именно хочу отметить, что в российских, у студенческих спортивных лигах. И плюс, что хочу сказать насчет наследия, и мы должны сейчас вспомнить нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который нам оставил такой «Дети Азии», и который нам передал эстафетную палочку, и как раз наш министр спорта, министр физической культуры и спорта Республика Саха-Якутия, Леонид Николаевич Передонов, в 96-м году был чемпионом этих игр. И еще наш председатель комитета по физической культуре молодежи, госсобрания Ильтумен, Георгий Русланович Балашин по боксу тоже чемпион. Вот видите, как у нас идет эстафетная палочка. И чтобы у нас было детского спорта, мы хотим, чтобы наши дети не терялись, и дальше что есть? А дальше что? Они узнали, что есть студентский спорт. И поэтому мы так инициативу предложили, чтобы провести азиатские студентские спортивные игры. Ну, коротко, это как АСИ. АСИ. Мы переходим на рекламу и потом продолжим наш разговор. Ещё раз здравствуйте, наши телезрители и радиослушатели. Мы возвращаемся к нашему диалогу. И вот мне к Александру Викторовичу просьба опять продолжить обсуждение темы азиатских студенческих спортивных игр. Ну, формат такой в России пока аналогов нет. Но мы планируем в 28-м году. Я думаю, мы это сделаем. Конечно, глава нашей республики, я думаю, тоже поддержит. Потому что он в области спорта. Нет, я ещё могу сказать больше. В 24-м году Владимир Владимирович Путин подписал, да, уже намечается. Год спорта. Год спорта. Год спорта. В России. Да, в России. И я думаю, наш глава тоже поддержит эту нашу идею. И плюс, какие виды спорта мы можем продвигать и так далее, да. Ну, у нас, я смотрю, как в летнем варианте у нас большой футбол, плавание у нас в плавательном бассейне есть. Ну, такие виды, которые... Волейбол, баскетбол, спортивная борьба, бокс. Ну, я думаю, где-то 20 видов спорта мы можем провести. И плюс, мы ещё должны, как мы якуты, должны ещё свой национальный вид спорта продвигать. Ну, я думаю, это масс-рестинг у нас сразу идёт. И национальная борьба хапсагай мы должны. И как проект мы можем ещё в настольные игры. Хахабалахам, хахамэск. Потому что это культивирус. И плюс мы через АССА, студентские спортивные клубы, у нас уже официально есть настольные игры. Хабалахамэск уже вошёл. Так что мы идём только вперёд, ни шагу назад. Вот. И плюс, что я хочу сказать больше. В следующем году у нас планируется в Москве, в Москве и Екатеринбурге планируется, ну, взамен Олимпиады, игры дружбы. И как раз наше правительство, наше министерство сегодня вылетели, чтобы наш национальный вид спорта масс-рестинг включён в этих играх. Почему это в этих играх, мы заинтересованы, потому что они будут считаться как альтернативы, как олимпийские. И премирование, как будут, как олимпийских чемпионов и призёров. Это сейчас можно об этом громко говорить? Нет, ну, масс-рестинг пока ещё не включился, а другие виды, которые включённые, они как будут перемироваться так. Хорошие новости. Да. А я вот хотела к Андрюне Николаевичу... Интересно, добавлю, что по этому виду спорта студенческую лигу возглавляет ректор Северо-Восточного федерального университета. Это тоже такой редкий случай, когда, в общем-то, ректор... У нас не так много таких примеров. К примеру, в Чеченском университете Минцаев возглавляет студенческую лигу бокса. И Беспалов, это ректор СКФУ Северо-Кавказского федерального университета, возглавляет спортивного туризма. То есть, как бы, редкий такой момент. Но это очень важно. Всё-таки ректор – это очень статусный человек в республике, тем более университет региона образующий. И поэтому, я думаю, развитие этого вида спорта, можно за него быть спокойным. Я могу ещё добавить. Это единственный национальный вид спорта, который включён в Российский студентский спортивный союз как лига. И в прошлом году этот уже официально включён. И у нас будет... С прошлого года. Да, с прошлого года. И в этом году у нас будет проводиться чемпионат России среди студентов по масс-рестлингу. У нас? Нет, в городе Санкт-Петербурге. А как другие студенты из других регионов воспринимают этот вид спорта? Я могу сказать больше. У нас более 50 регионов, которые там есть, в Северо-Российской федерации масс-рестлинга. И в этом году намечается более 300 студентов. Насчитывают, да? Да, было участников. Ну, предварительно заявку уже отправили. И на базе Лесковта мы должны провести это соревнование. Это в городе Санкт-Петербурге. Будет. Почему в городе Санкт-Петербурге меня спрашивают? Потому что губернатором Санкт-Петербурга и нашим главой Асином Сергеевичем у них был подписан договор соглашения в прошлом году на экономическом форуме. И там в 10-м пункте и дорожной карте написано о развитии масс-рестлинга в Санкт-Петербурге. И еще очередной шаг. У меня вот к Андрею Николаевичу вопрос. По поводу, если мы уже говорим сейчас о национальных играх, мы вернемся к национальным играм, о том, что вы говорили на заседании о возрождении, о проведении. Вот чуть-чуть в этом месте просветительном. Это вышла, в общем-то, инициатива. Я так понял, что инициатива была от Черопинского университета физической культуры, ректора, и от делегации Бурятского государственного университета. То есть они выступали сегодня. Мы, безусловно, это все дело поддержали, потому что, понимаете, как бы вот создание лиги пока сложно сказать, потому что по закону о спорте каждую лигу непосредственно учреждает Федерация по виду спорта, аккредитованная Министерством спорта Российской Федерации и Российский студенческий спортивный союз. А здесь, как бы по лиге, я не знаю, как там пойдет именно учредить, допустим, студенческую лигу такого спорта, а национального вида спорта. А вот соревнования, я думаю, мы могли бы инициировать совместно с Российским студенческим спортивным союзом. Я планирую на основе этого заседания, и в протоколе это будет отражено, вот эти инициативы, я планирую, 1 декабря у нас будет исполком Российского студенческого спортивного союза, он уже назначенный, я планирую поднять этот вопрос, я уверен, что члены исполкома поддержат, буквально через несколько дней состоится форум «Актуальные вопросы студенческого спорта в Санкт-Петербурге». Мы, как я уже говорил, попытаемся организовать там круглый стол, онлайн подключить всех заинтересованных, я вам скажу, что национальные виды спорта это у нас не только на Востоке, у нас национальные виды спорта на Северном Кавказе, на Юге, у нас большое количество национальных видов спорта, и это как раз российская такая история. Фактически мы можем говорить о том, что это некая олимпиада национальных видов спорта, понимаете, то есть олимпиада проводится по там футболу, баскетболу, да, там допустим, а здесь представьте себе, Россия инициирует в рамках своей страны национальные, то есть фактически там, как она будет называться, там олимпиады национальных видов спорта, или там как-то по-другому, да, но и представляете, все национальные виды спорта, которые есть в Российской Федерации, мы по студентам можем такие соревнования анонсировать, а вы же знаете, что они совпадают, допустим, у казахов есть такие же национальные виды спорта, где они с удовольствием приедут, правильно, монголы, то же самое, очень много сопредельных государств, которые находятся в Российской Федерации, с удовольствием будут участвовать в этих соревнованиях. Поэтому, на мой взгляд, у этого турнира есть большое будущее. И плюс оно, знаете, любой национальный вид спорта, он близок к народу, потому что его дедушки, бабушки, они все, будем так говорить, участвовали в этих национальных видах спорта. Есть и русские, там, лапту, да, допустим, много-много, есть в Якутии, в каждом регионе фактически такие национальные виды спорта есть. Я думаю, это большое будущее, если мы будем это развивать. Да, Россия многонациональная страна. И мы должны с уважением относиться к каждому народу, который проживает на нашей территории. И это будет именно дань уважения, когда мы будем проводить по национальным видам спорта. На мой взгляд, время пришло. Надо оставить это все и записать. И буквально через несколько лет встретиться. А помните, мы об этом говорили? Да. Об этом говорил Андрей Николаевич. Ну, откровенно говоря, я очень благодарен коллегам, которые поднимают такие инициативы. Мы говорим сейчас в эфире, ну, уже с их слов. Вот именно те коллеги, которые это поднимают, и видно, что им больно. Понимаете? Вот сегодня бывший ректор университета, Бурятского государственного университета, выступал онлайне, оттуда, из Лон-Удэ. И, знаете, видно, что для него это важно. Понимаете? Для него вот национальный вид спорта, как он сегодня сказал, тысячелетиями, тысячелетиями наши предки играли в эти игры, вот национальные виды спорта. Почему мы их не развиваем? Понимаете? И вот если мы сейчас начнем их развивать, именно в студенческой среде их легче всего сегодня развивать, потому что меньше каких-то припонов, не надо входить в реестр видов спорта. Мы просто в студенческом среде их собрались, утвердили, провели, а это же будет отправная точка для регистрации, отправная точка для проведения официальных чемпионатов России по тому или иному виду спорта. Это как раз возрождение вот этой всей истории. На мой взгляд, очень правильно. Поэтому, наверное, не Андрей Николаевич скажут, а скажут действительно вот именно тем ребятам, которые сегодня инициировали эту историю. И мы с Александром Владимировичем будем об этом всегда говорить и вспоминать. И я вам скажу больше. Именно вот эти люди, которые сегодня так долго ждали, не только ждали, что вы выступите, потому что у вас прошла наша основная программа, потом они же и подключатся в Санкт-Петербурге, и они же будут и дальше лоббируют. К ним подключатся много других ребят, которые идеологически также пропитаны вот этой идеей. Мы получим, на мой взгляд, очень интересный, массовый и, самое главное, популярный в народе продукт. Вот это, на мой взгляд, самое главное. Поддержка народа – это важно. Да. И вот практически тогда на плечах студенческих, спортивных, союзов стоит главная миссия – возрождение национальных игр. Оттуда и отправная точка, и дальше, мне кажется, очень большие перспективы. Думаю, да, потому что если национальные игры сегодня станут популярны среди молодёжи, а студенты – молодёжи, то есть, понимаете, они понесут на своих плечах дальше. То есть, понимаете, если они сегодня, будем так говорить, в эти национальные игры играют, участвуют студенты, я имею в виду. Завтра они образовали ячейку семейную, да, это вот как бы главное. У них родились дети, правильно? Они, соответственно, влюблены, как я в своё время, в футбол, да, соответственно, чем занимался мой сын? Угадайте с трёх раз. Понятно, что футболом, да, потому что я полюбил футбол. Вот то же самое мы говорим о национальном виду спорта. То есть, если молодая семья увлекается вот национальным видом спорта, безусловно, их дети, соответственно, что мы должны дальше сделать? Мы должны дать возможность развиваться национальным видом спорта. То есть, в тех или иных регионах должны появиться государственные секции с тренерами, которые будут готовить ребят. Вот оно, развитие национального вида спорта. Не просто фестивальная история, когда она где-то на ярмарке, или где-то мы там... А национальный вид спорта должен получить второе рождение, понимаете? Если оно действительно популярно в этом народе, то почему бы, во-первых, не проводить официальное соревнование, почему бы не иметь тренерский штаб по этому виду спорта, почему не делать секции финансированным государством по этому виду спорта? Вот как я это вижу. Мне кажется, это очень важно. А не просто, знаете, вот мы там собрались на фестивале, и там сказали, ну, давайте там на поясах по этому виду. Понимаете? Но это как-то так немножечко, да, Саша? То есть, надо все-таки более серьезно подходить к национальным виду спорта. И, опять же, потому что они несут за собой вот эту нашу... В ней, в этих видах спорта заложена наша история. Понимаете? Вот это вот... И нам надо нести ее дальше, на мой взгляд. У нас в Якутии в этом плане очень большая работа ведется. И то, что мы сейчас масс-лейсинг вывели на российский, на международный уровень. Вот в плане этом сейчас студенческие, спортивные ваши союзы, у нас в регионе и в России, да, они... Вот эти вот какие-то задатки где-то есть? У нас есть. У нас есть. У нас есть. В Якутии есть. А вот... Ну, других регионов я не могу сказать. Ты фактически ректор, там, президент, да? Да, президент. А ты, по-моему, вице-президент, да? Я как вице-президент в области дипломатии. Нет, ну, а какое-то развитие в других регионах действительно есть? Потому что я не в курсе. Ну, как бы это не моя ниша, и я поэтому... Ну, есть борьба на поясах, я могу сказать, да, которая тоже очень быстро тоже развивается. И, ну, в основном я таких... Я думаю, вот, Андрей Николаевич тоже хорошо отметил, что пора развить какую-нибудь такую олимпиаду для студентов, провести именно национальный видоскоп. По национальному видоскопу, да? Тогда у нас уже будет развито... В Якутии есть с чем ехать. Да, у нас-то в Якутии есть, и поэтому вот не зря наши игры проводятся, проводятся чемпионаты мира, и даже есть попадание всемирных игр дружбы. Вот, так что... И еще могу сказать, не только мы развиваем национальные виды спорта, и у нас еще развиваем несколько видов спорта, которые, ну, базовые виды такие спорты, игровые, вот, футбол, у нас волейбол. Мы еще... У нас договор соглашения есть с студенческой волейбольной ассоциацией, и в этом году наши волейболисты, мужчины, третье место заняли в Дальнем Востоке. Вот, поздравляю. Да, спасибо. Но, я думаю, это столетие развития волейбольного спорта. Я думаю, мы хороший подарок сделали и республике, и в России. И плюс, недавно мы из Москвы участвовали наши студенты в суперфинале АСБ по баскетболу. Ну, сейчас АС-3 бол, баскетбол 3 на 3 называется. Вот, и наша команда в России, наши студенты, могу смело сказать, они попадают в топ-16. Вот. Тем более, наши баскетболисты, баскетболистки, недавно в Олимпиаде, они и мужчины, и женщины заняли вторые места в Олимпиаде. Вот. И плюс, мы еще в интеллектуальном виде участвуем, шашки, шахматы. Но в этом виде мы только на первом месте уже пятый, пятый год или четвертый год уже общий всегда занимаем. Вот. И плюс, вот недавно наши киберспорт. Да. Киберспорт, мы много со временем тоже идем. Но в Дальнем Востоке уже, и мы третий год уже занимаем первые места. И плюс, наши киберспортсмены поехали в топ-8 разных регионов, которые первое место заняли. Вчера прошли полуфинал. Вот. И сегодня у нас тоже ответственная игра. Это Ростов-на-Дону проходит. А в 17.00 вот прямо сейчас. Вот с ним вот буквально. Буквально через некоторое время начинается, Саша, там 3 на 3, подскажи. Да, я еще могу сказать, мы участвуем в российском проекте баскетбол студентов, который возглавляет наш коллега Сергей Владимирович Крюков, исполнитель директора Ассоциации студентского баскетбола России. И мы в этом проекте участвуем. Они предоставляют нам медали, грамоты, и плюс мячи, накидки, формы. И так что полностью мандерывание. Ну, такой хороший проект. И не то, что там баскетбол 3 на 3, мы еще в большом баскетболе тоже в проекте участвуем. И плюс еще мы отметили еще по боксу. У нас в России есть национальная студентская лига бокса, которая является Минцаев Магомед Шавалович. Как раз в прошлом году мы ректором Николаем Ефимовичем ездили в Грозный и подписали договор соглашения к Грознинским нефтяным университетам и нашим северо-состочным федеральным университетам. И как раз мы как тандемы вместе работаем. Наши боксеры тоже ездят на сборы. И в этом году наши боксеры участвовали. 25 студентов участвовали на чемпионат России среди студентов по боксу. Я читала, буквально за последние три года у студенческой спортивной команды СВФУ около 300 побед. Они и победители, и призеры на разных уровнях. От нас огромное поздравление за все ваши достижения. И огромное спасибо, Андрей Николаевич, за то, что вы пришли сегодня к нам. И мы желаем вам еще больше плодотворной работы. Я уже знаю, что это не первый приезд к нам в Якутию. И чтобы связь наша не прерывалась, всегда приезжайте к нам в гости. Мы вас будем ждать, и будем дальше все вместе работать. С большим удовольствием. Спасибо. Спасибо вам большое. На этом все, дорогие наши телезрители и радиослушатели. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.